Приветствую всех дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать пару терабайтный лайк. И только с вашего позволения я начну с утечек про цены будущих видеокарт Nvidia. Согласно свежим слухам, рекомендованная цена RTX 4090 будет ниже чем у текущего флагмана 3090 Ti, то есть ниже 2000 долларов. При этом цена 3090 составляет 1500 долларов, так что не стоит ждать 4090 дешевле этой отметки. Скорее всего новинка будет слегка дороже 1500 долларов, но в то же время предложит весомый прирост производительности. Также источник утверждает, что RTX 4090 будет доступна в двух вариантах, на 450 и на 600 Вт. И именно старшая модель на 600 Вт должна будет каким-то образом выделяться надписью на коробке. Однако это не означает, что между версиями будет огромная разница в производительности и на самом деле максимальные частоты будут очень близкими. Так что пока не очень понятно в чем реально будут отличия и какая будет реальная разница в потреблении. Илья из ProHightech недавно поведал, что их китайский поставщик видеокарт уже ожидает первую партию ускорителей RTX 4000. Если эта информация правдива, то по сути RTX 4090 должна быть физически доступна уже в сентябре. В свою очередь видеокартс поговорил со своими источниками и они пока не дают каких-либо оценок по срокам доступности новинок. Да и как они подчёркивают, у них сейчас проблемы с огромным запасом амперов и это основная трабла, которую нужно как-то решить. Из этого видеокартс сделает вывод, что данный слух не соответствует действительности и до отправки карт дистрибьюторам ещё далеко. Согласно же графику запуска Icarus Lab, массовое производство карты AD102 должно начаться в период с августа по сентябрь. Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Adrenaline под версией 22.7.1. Новая версия добавляет поддержку крупного обновления Windows 11 22H2, предлагает новую функцию Noise Suppression и значительно повышает производительность игры Майнкрафт на некоторых видеокартах. Компания отмечает, что использующая OpenGL игра Майнкрафт с новой версией драйвера работает до 79 процентов быстрее на видеокартах RX 6950 XT и до 75 процентов быстрее на RX 6400 при разрешении 4К с настройками Fabulous. Новая же функция AMD Noise Suppression, как и ожидалось, представляет собой технологию интеллектуального шумоподавления и является аналогом RTX Voice. Компания говорит, что новинка использует алгоритм машинного обучения и в реальном времени снижает окружающий шум, обеспечивая более высокое качество звука. Между тем на Алиэкспрессе продают RX 6400 с низкопрофильным исполнением по более менее адекватной цене. Конечно, это далеко не игровая видеокарта, но для компактных систем или в качестве затычки в целом пойдет. Так что если кому то интересна эта модель, то ссылочку я оставил в описании. Компания Corsair анонсировала модули и комплекты оперативной памяти Vengeance RGB DDR5 с частотами от 5200 до 6600 МГц. Задержки для топовых планок на 6600 МГц составили 32,39,39,7,6, а напряжение питания варьируется от 1,25 до 1,4 В. Эти модули представлены только в одном варианте на 16 ГБ и доступны в комплектах из двух штук с суммарным объемом 32 ГБ. Стоимость таких комплектов стартует от $225, но на самые топовые планки цены пока нет. Компания Micron объявила о начале поставок 232 слойных чипов флеш-памяти 3D TLC NAND, обладающих самой высокой плотностью на рынке, ведь объем одного такого кристалла может достигать 1 терабита. Помимо значительно выросшей плотности, новые чипы предлагают до двух раз более высокую скорость записи и до 75 % более высокую скорость чтения по сравнению с микросхемами предыдущего поколения. Как показано на изображении, возросшая плотность позволила Micron сократить объем упаковки на 28 % по сравнению с прошлым поколением. Такой ход может оказаться полезным при производстве, например, тех же смартфонов и карт памяти microSD. В одной упаковке размером 11,5 на 13,5 мм можно объединить до 16 232 слойных кристаллов флеш-памяти, получив таким образом чип на 2 терабайта. Но и в итоге такой чип на 2 терабайта будет в целых три раза меньше американской почтовой марки. Компания Seagate раскрыла планы по выводу на рынок жестких дисков, использующих технологию магнитной записи с подогревом второго поколения. В соответствии с обнародованными планами Seagate выпустит Hammer диски второго поколения емкостью 30 терабайт не позднее середины следующего года. На рубеже 2024 или 2025 года должны появиться накопители и на 40 терабайт, а к 2026 планируется создать устройства, способные хранить 50 терабайт информации и больше. Правда, как отмечают сетевые источники, стоимость жестких дисков, выполненных по технологии Hammer второго поколения, будет весьма высокой. Поэтому их основной сферой применения станут системы корпоративного класса и центры обработки данных. Также отмечается, что к концу текущего года Seagate выпустит серверные жесткие диски на 30 терабайт, выполненные по традиционной технологии магнитной записи CMR. Попытки США сохранить технологическую гегемонию прослеживаются в инициативе по созданию антикитайского альянса, в который вошли бы Япония, Тайвань и Южная Корея. Однако Корею и КНР связывают тесные обоюдовыгодные экономические отношения, поэтому власти Китая предпринимают попытки отговорить южнокорейских партнеров от участия в этой политической авантюре. Как сообщает Бизнес Корея, в начале этой недели состоялась встреча главы Южнокорейского специального комитета по полупроводниковой отрасли и посла КНР в Южной Корее. На этой встрече посол выразил озабоченность стремлением США втянуть Южную Корею в технологический альянс, злоупотребляя своим положением. По мнению посла КНР, сотрудничество страны с Южной Кореей должно быть лишено внешнего влияния. Сами же власти Южной Кореи должны принять решение о вступлении в возглавляемый США альянс до конца следующего месяца. По мнению представителей Коммунистической партии Китая, участие Южной Кореи в этом альянсе будет подобно экономическому самоубийству, ведь страны связывают серьёзный торговый оборот, а у корейских производителей памяти имеются крупные предприятия на территории Китая. Однако в сфере импорта передовых технологий и оборудования Южная Корея сильно зависит от США, так что соответствующее решение будет очень непростым для руководства страны. Специалист Digital Foundry в обсуждении на форуме ResetEra подтвердил существование ПК-версии Returnal, которая пока что является эксклюзивом PlayStation. Ранее этот проект засветился в утечке с серверов GeForce Now, а в Steam Database нашли предполагаемую страницу игры. Также портал VGC получил ролик с работой проекта якобы на ПК, а на реддите опубликовали даже скриншот порта. Однако пользователь с ResetEra высказал сомнения насчет реалистичности появления Returnal на ПК, на что получил ответ, что я буквально видел как она работает на PC. Так что игрушка однозначно готовится на ПК, ведь на это указывают абсолютно все звезды, но астрологи пока не берутся прогнозировать дату выхода Returnal для ПК-бояр. Портал Еврогеймер обратил внимание, что кошатня Stray благодаря сообществу моддеров обзавелась на ПК поддержкой локального мультиплеера. Модификация под незамысловатым названием Splitscreen за авторством энтузиаста уже доступна для скачивания на сайте Nexus Mods и как можно догадаться по названию она добавляет в Stray режим разделенного экрана. А отмечается, что Splitscreen пока на раннем этапе разработки, поэтому без различных багов не обойтись. Чтобы добавить игрока к сессии при помощи мода, достаточно просто нажать F9 на клавиатуре, а ограничения на количество участников тут нет. Однако автор не уверен как Stray справится с количеством пользователей больше двух, да и поместятся ли они вообще на ваш монитор. Сама игра вышла еще 19 июля и стоит в стиме всего 700 рублей, хотя разработчики не стали добавлять всякие денувы, поэтому я думаю все знают где ее можно найти, если у вас конечно нет возможности пополнить стим. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем кто финансово поддерживает канал подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого друзья.